В этом ролике мы рассмотрим, что нового появилось в базе знаний. Теперь, помимо изображений, в статью можно добавлять и файлы. Доступна работа с самыми различными форматами – Word, Excel, PDF и многими другими. Если нужно, можно добавить несколько файлов, а также изменить формат их отображения. Например, в виде списка. Файлы в статье можно скачать или удалить. Ваши читатели также будут иметь возможность скачать добавленные файлы. Удобно, что перед скачиванием можно открыть файл на предпросмотр и ознакомиться с ним. В статью также можно добавить видеоролик с известных видеохостингов – YouTube, VK Video, Routube, Vimeo. Для этого достаточно знать только ссылку на ролик. А еще вы можете добавить в статью схемы и диаграммы из Figma и Miro. В статье можно делать акцент на важной информации, для этого в режиме редактирования выделите ту часть статьи, на которую хотите обратить внимание читателей. Затем в списке инструментов выберите подсказку и нужный цвет, например красный, чтобы правила переноса отпуска не остались без внимания. Выделение цветом всегда можно поменять или вообще убрать. Для объемных документов можно использовать спойлеры, скрытые разделы, которые разворачиваются по клику. При работе со статьей вы можете раздвинуть ее во всю ширину окна. Удобно при работе с многоколоночными таблицами или на больших мониторах. Для разработчиков в статьях появилась подсветка кода синтаксиса. Если язык кода определился неправильно, его можно уточнить вручную. А сам код скопировать одним кликом. Для просмотра всех изменений в статье нажмите на иконку в правом верхнем углу экрана и выберите пункт «История версий». Вы сразу увидите, кто, когда и какие правки вносил. При этом новые фрагменты выделены зеленым цветом, а удаленные красным. Можно просмотреть итоговый вариант статьи без акцента на изменения. История версий доступна, пока существует сама статья. По умолчанию все статьи доступны всем пользователям вашей организации. Это значит, что любой сотрудник может открыть ее, увидеть, что вы сейчас работаете с ней и тоже принять участие в ее создании. Он сможет изменить что-то сразу в тексте или же просто оставить для вас комментарий. Вы сразу же его увидите и сможете его решить. Удобно, не так ли? Любую статью из базы знаний можно сделать публичной. Для этого откройте доступ к ней по ссылке. Любой, у кого будет ссылка, сможет прочесть текст без возможности редактирования. Остальные статьи для них будут недоступны. Если нужно дать доступ к нескольким статьям, объедините их в одну тему папку и сделайте публичной ее. Если вы хотите поделиться готовой статьей, ее можно экспортировать. Для этого нажмите на иконку в правом верхнем углу экрана и выберите пункт «Экспорт». В открывшемся окне вы сможете убедиться, что файл верный, а адрес электронной почты ваш. Экспортируем статью. Когда файл со статьей будет готов, вам на почту придет ссылка для скачивания. Обращаем внимание, что она действует только 24 часа. Скачанный архив содержит HTML файл со статьей, а также в отдельной папке все картинки и файлы из нее. Экспортировать можно не только статью, но и целый раздел. И даже всю базу знаний. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях или на почту supportsobacapyrus.com. Присоединяйтесь к сообществу Pyrus в Telegram. Следите за новостями, задавайте вопросы, получайте поддержку от комьюнити и экспертов.